Здравствуйте! Меня зовут Лика Герасименко, я являюсь владелицем модельного агентства «Элемент». Сегодня мы с вами поговорим о нюансах модельного бизнеса. Я вам немножко расскажу, в принципе, о себе, и потом далее расскажу о всех нюансах модельного бизнеса. Я сама никогда не была моделью, так как у меня очень строгий отец, и мне, в принципе, не разрешали этим заниматься, но мне всегда было очень-очень интересно. Я была гримером долгое время и потом попала в модельное агентство другое. Была там менеджером и где-то полтора года назад открыла свое модельное агентство. На самом деле нюансов в модельном бизнесе очень-очень много. Во-первых, очень много нюансов, во-вторых, очень много направлений. Каждый выбирает для себя свое направление, как ему работать, в каком ключе работать и так далее. Мы для себя выбрали, в принципе, больше ивент. Мы занимаемся конкурсы, мы занимаемся различными глянцевыми журналами, но также есть модельная школа и есть зарубежка. И вот сегодня я немножко вам поведаю об этом. В первую очередь хочу рассказать о модельной школе. Для меня, и я думаю, очень многие со мной в этом согласятся, модельная школа не является никаким приоритетом. Очень многие думают, вот я там метр шестьдесят пять пойду в модельную школу и все, я модель. Нет. Для того, чтобы быть моделью, нужно очень-очень много трудиться над собой, над своим внешним видом, над своими волосами, над своим телом, следить за питанием, заниматься, развиваться. Вы не можете просто прийти, закончить модельную школу и все, вы модель. Очень многие модельные агентства берут в школу девочек с маленьким ростом, с неподходящими объемами и так далее и тому подобное. Скажу вам откровенно, это лохотрон. Может быть, многие меня сейчас возненавидят, но это так и есть. У нас нету модельной школы в модельном агентстве, так как мы, в принципе, просто не тратим ни ваше на это время, ни наше. Если, конечно, кто-то хочет отправить своих деток, да, там просто для развития, да, это хорошо для ребенка, когда там ребенку 9 лет, 12. Это как-то раскрепощает, если, допустим, есть в школе актерское мастерство или там риторика, то тогда для ребенка, да, это хорошо, но это как бы никак не влияет абсолютно на то, что ребенок там ваш может вырасти и стать успешной моделью. На самом деле, я считаю, что вообще модели это фарт. Вы можете идти где-то в пешеходном переходе и даже не думать о том, что я такая красивая, я могу быть моделью. Нет, вы просто себе идете, вас кто-то заметил там за ваши большие уши или за большие глаза, за то, что вы, допустим, для себя всегда считали минусом, там, вас могли обижать за это в школе, а на самом деле на подиуме это может быть там вашим большим плюсом, да, вот. А можно прийти в модельную школу, обучиться, там, выучить все азы, знать все, что нужно для модели, но при этом просто у вас не получится или потому, что у вас нету просто к этому, я не знаю, какого-то вдохновения или просто, там, вы не выглядите реально как модель. Вот. Сейчас каждая вторая говорит, что она блогер, что она модель, что она дизайнер, но я считаю, что каждый должен выбирать свое ремесло и заниматься своим делом. Вот. Моделинг в Украине на самом деле, ну, в принципе, не развит. Вот. То, что, как бы, многие считают, и я модель, но, на самом деле, дешево это горчить, так не есть. Вот. Для того, чтобы в первую очередь можно называть себя была моделью, вы должны в первую очередь следить за фигурой. 88 – это максимум бедра. Если вы летите за границу и у вас бедра 90-91, то, в принципе, для вас проектов не будет. Ну, как бы, вы должны следить за талией, за фигурой, за тем, чтобы ваше тело было подтянутым, заниматься, допустим, йогой или еще какими-то видами спорта, для того, чтобы вы выглядели на подиуме презентабельно, да, потому что за счет модели, грубо говоря, какой там дизайнер или, к примеру, я не знаю, макияж и так далее, за счет, грубо говоря, модель – это человек, за счет которого продается продукт, да, как бы это грубо не звучало, но вас выбирает дизайнер для того, чтобы продать свой продукт, или вас выбирает визажист для того, чтобы продать свою работу. И, естественно, когда человек выбирает, да, ну, вы, когда, допустим, приходите куда-нибудь, там, в магазин, да, и что-либо выбираете, то вы выбираете то, что самое качественное. Также, грубо говоря, модель – это должно быть качественно. Поэтому, ну, как бы модельная школа в Украине, я считаю, нет. Может быть, если за границу, да, полететь, закончить в каком-нибудь престижном модельном агентстве, да, а так, в принципе, в Украине даже не тратя на это время. Надеюсь, меня никто нибудь не увидит после этого. Вот. По поводу зарубежки. Когда вы летите за рубеж, особенно, в принципе, если вы не взрослые, вы должны это согласовывать обязательно с родителями, обязательно. Не нужно думать, я такая самостоятельная, я приеду, у меня все получится. Нет. Вы летите в чужую страну, вы приезжаете к чужим людям, вы живете, грубо говоря, в чужом месте, да. Могут быть совершенно различные нюансы, за вас отвечает агентство. Ну, как бы мы несем за вас ответственность, любое, да, киевское, неважно, любое украинское агентство или зарубежное несет за вас ответственность. Вы прилетели, вы вырвались под крылышко родителей, и такие, можно пойти гулять. Вы идете, допустим, или в клуб, или идете с подружками, или элементарно вам могут предложить наркотики, да. То есть вы должны понимать, что этого делать нельзя. Во-первых, это испортит вашу карьеру, вашу репутацию и элементарно жизнь. Поэтому, когда вы летите за границу, вы в первую очередь, если вам нет 18 лет, должны согласовывать с родителями. Вообще, в идеале, чтобы родители летели с вами. Пускай первый контракт, допустим, родители побудут с вами, потом вы уже можете лететь самостоятельно. Вот. Вы должны для себя понимать, что модельный бизнес – это больше хобби. Это не работа всей вашей жизни. На самом деле, везет очень малым девочкам, да, там, из тысячи может повезти одной. То есть я же говорю, что моделинг – это дело фарта. Это не так, что вы сегодня закончили школу, завтра полетели за границу, и все, вы модель. Нет, такого не будет. То есть вы должны обязательно развиваться. Вы должны заниматься английским языком. Это самое важное. Вы должны заниматься английским. Вы должны знать. Честно, я занималась в детстве, и сейчас на английский очень плохо, и у меня с этим очень-очень большие сложности. Вот. Поэтому я рекомендую с самого маленького возраста, ну, или там, если вы уже, там, 18-20 лет, все равно обязательно. Или наймите репетитора. Или, если нет возможности, сейчас есть массу каналов на YouTube, да, на которых вы можете просто просматривать и заниматься английским. Это вам очень поможет в первую очередь приехать и понимать, что, допустим, от вас требует фотограф, или что от вас требует агентство, или что от вас требует заказчик. И таким образом это повысит в первую очередь ваши гонорары. Вот. Что еще очень важно? Важно иметь снэпы и буквы. Когда девочка приходит и говорит, я модель, я хочу быть моделью, да, а мне все получится и так далее. И ты ей говоришь, мне нужны там ваши снэпы. А человек не знает, что такое снэпы, все, она для меня, я ставлю на ней крест. Она для меня уже автоматически не может быть моделью. Если вы идете, допустим, в модельный бизнес, то вы должны знать, куда вы идете. Вы должны почитать об этом. Вы должны как-то знать для себя, что вы выбираете. Вы должны, если летите за границу, знать, какое агентство. Вы должны почитать, посмотреть. Вы не можете просто наобум, да, потому что это такая же, грубо говоря, профессия или такое же хобби, как, допустим, танцы. Если вы занимаетесь танцами, то вы знаете, да, все азы этого, там, допустим, художественной гимнастики и так далее. Что еще? Должен быть бук и должны быть снэпы. Это очень важно. Вы потратите, может, ну, попросите у родителей или заработайте сами, но это ваше лицо. Когда вы приезжаете за границу, если у вас нет бука или снэпов, мне кажется, на вас даже никто не будет смотреть. Или, допустим, модельный агент, допустим, кстати, вам сделает снэпы. Если модельное агентство реально считает, что модель перспективна, то оно, как бы, за свой счет делает модели снэпы и бук. При любом модельном агентстве есть свой фотограф, который с удовольствием с вами поработает, сделает вам снэпы и бук. Это, как бы, не так много занимает времени. Что такое снэп? Снэпы – это когда девочка в белье или в купальнике, ну, лучше в телесном белье или в черном обязательно однотонном. Это не должны быть купальники, пеостры, в блесточках и так далее. Без макияжа. Стоит просто в нескольких стойках ровно анфас, профиль сзади и сбоку. Вам просто делают фото. Сначала в полный рост, потом по пояс. Вот. И они даже, в принципе, желательно не обрабатываются, чтобы заказчик мог видеть, как вы выглядите на самом деле. Потому что модель – это, в принципе, сама по себе как чистый лист, да. Вот считается, что настоящая модель – это человек, который может перевоплощаться в массу образов. Вот. Поэтому, в принципе, очень часто выбирают модели, которые безликие, да. Вот она там в жизни идет, вы на нее никогда не обратите внимания. Она, может быть, не красавица. Но она выходит на подиум, и эти вещи, да, на ней смотрятся так, что их реально хочется купить. Потом что? Потом бук. Бук – это ваше лицо. Это работы, в которых вы принимали участие, это съемки, это могут быть обложки глянцев, это могут быть зарубежные съемки или, допустим, съемки свадебных платьев. То есть это все-все ваши работы, ну, которые там где-нибудь в клубе проходил показ, а это реальные работы, которые там давали вам серьезные заказчики или ваше агентство. Когда вы летите за границу, вам нужен бук и снэп. Вы прилетаете, как правило, если вы уже совершеннолетняя, то вы прилетаете одна. Вы прилетаете, вас располагают с девочками, и тут начинается жесть. Очень многие модели летят и думают, все, я сейчас прилечу в Милан или там в Китай или в Париж, и все, я здесь, да. Но нет. Вы прилетаете, и помимо вас, допустим, на кастинге еще там 250 девочек. Вы приходите, и вам просто могут сказать, нет, ты жирная. Или там, тебе бедра большие. Или там, тебе волосы не подходят. И вот так вот за день у девчонок может быть 5, 7, 10 кастингов. И реально на всех кастингах за день могут отказать. И вы должны для себя понимать, что это ни в коем случае не означает, что вы там реально жирная или некрасивая. Это просто значит, что вам именно эту проблему нужно искоренить. Ну, не так, что вы сели на диету, и у вас появилась анрексия, так как многие девочки делают. А вы просто начинаете с собой заниматься. Или за границей, или же вас, к сожалению, могут отправить домой, да. Но если вы реально понимаете, что вы хотите быть в этом бизнесе, то вы постоянно должны держать себя в форме. Не может быть так, что вы приехали, поработали, да, приехали в Киев, и у вас уже бедра там 96. Нет, так не может быть. Вы постоянно должны держать себя в форме. Для того, чтобы открывать, допустим, каждый год какие-то мировые показы, вы, грубо говоря, постоянно находитесь в жести, да. Вы питаетесь салатами, йогуртами, отказываетесь полностью от мощного, от сладкого, от всего-всего вредного. Занимаетесь йогой, ходите в спортзалы и постоянно работаете над собой. Так помимо того, что вы работаете над своим телом, вы еще и работаете над своей речью. Очень часто девочки прилетают за границу, и у них начинается просто депрессия. Из-за того, что когда вы приходите на показ, вы бегаете, допустим, с кастинга на кастинг, показан на показ. Там нет такого, как в Украине, что вы пришли, прошел показ, там, не знаю, час, вам заплатили 200 гривен, и вы пошли домой. Нет, у них совершенно другая плата, собственно, поэтому у них совершенно другие требования. Вы приезжаете, вам начинают делать прическу, одевать вас, я не знаю, рассказывают, что вам делать, кто за кем идет, потому что там это все как большой-большой конвейер. Да, там совершенно другая плата, но там и совершенно другие требования. Поэтому, когда вы туда летите, особенно если вы несовершеннолетние, вы должны обязательно прочесть об этом, договориться с родителями, договориться с вашим агентом, чтобы вам об этом всем рассказали, чтобы не было так, что вы туда прилетели, и все, и у вас там началась, ну, реально, я не знаю, депрессия или жесть, и вы захотели улететь домой. У нас очень много девочек улетало за границу, и приезжали, допустим, и разочаровывались, все, это не мое, я не хочу, и так далее, потому что она летит, ее не отобрали, и на этом все, жизнь закончилась. На самом деле на этом жизнь не заканчивается. Есть очень много пабликов, где вы можете почитать о том, как быть моделью, как себя развивать, как лучше себя подавать, чтобы заказчик на вас посмотрел, и так далее, и тому подобное. Очень важно для модели уметь меняться. Очень многие девочки у нас, которые, а-ля, считают себя моделями, они просто накачали губы, накачали сиски, все, она красивая, она считает, что она модель. Но на самом деле это все ерес, так как модель должна выглядеть натурально. В наше время очень востребованный, мне кажется, как бы всегда очень востребованный baby face. Всегда. Это светлые глаза, светлые волосики, и когда девочка выглядит натурально, когда у нее нету татуажа на лице, когда у нее нету пирсингов, когда у нее нету татуировок, когда она сама по себе очень красивая и натуральная. Таких девочек сейчас, к сожалению, очень мало, и поэтому за них хватаются и сразу их забирают за рубеж. Когда девочка не умеет, заходя в кадр, перевоплощаться, это все, это крафт. Я очень часто наблюдала, когда девочки приезжают на съемку, и она становится, и как бы ее не переодевали, как бы ее не воплощали, в какую одежду ее не одевали, у нее постоянно одно тупое выражение лица с губами, вот так вот просто. Ну, как бы модель должна уметь перевоплощаться. После каждого щелчка модель всегда должна уметь менять позу, менять выражение лица, должна быть наполненность в глазах, не может быть такого, что вы стоите с пустым взглядом. Вы должны уметь презентовать себя и презентовать одежду, которую вы показываете. Вот. Что еще вам такое интересно рассказать?